Замечательная женщина, прекрасная артистка, великолепная мама Юлия Высоцкая уже не первый раз свои таланты применяет в деятельности писательской. Ну и в отличие от тех, кто пишет непонятно о чем и непонятно зачем, мы прекрасно, я думаю, все, кто здесь собрались, знают, что Юлия книжки издает именно с кулинарным направлением. Ну и сегодня она представляет с помощью издательства Экспмо новую книгу «Детское питание от рождения и старших». И я, наверное, одна из первых, кто познакомился с книгой Юлии Высоцкой и скажу вам откровенно, что восхищению и удивлению не было предела, конечно. Книга очень в медицинском плане грамотно составлена, читается легко. Я надеюсь, что книга будет прочитана прогрессивными современными людьми, которые понимают, что здоровый человек это счастливый человек. Ну давайте честно, мы же не каждый день готовим правильно, с хорошим настроением. Иногда и не хочется готовить, иногда и каких-то проблем много, иногда бывает так, что вообще хочется сказать не буду ничего сегодня готовить, ходите голодные. Поэтому по-всякому бывает. Другое дело, что конечно надо постараться, особенно когда речь идет о семейном питании, надо постараться, что именно когда садятся люди за стол, вот это все убрать. Там вот пока одна на кухне, пожалуйста, тарелки швыряй, там еще что-нибудь. И безусловно, было бы замечательно, идеально, если бы все это готовилось там с улыбкой и под музыку Вивальди и так далее. Но не всегда это получается. Другое дело, что нужно всегда стараться держать себя в руках, и чтобы когда семья за столом, особенно когда дети за столом, чтобы вот это туда не переносилось. Вы привлекаете своих детей к приготовлению пищи, особенно каких-то, может быть, именно детских блюд. И вообще, как на ваш взгляд, у вас все-таки мальчик и девочка, да, вот девушке понятно, ей надо уметь готовить, а на ваш взгляд мальчику надо уметь готовить. Необходимо совершенно. Ну, я не привлекаю, я их отвлекаю, потому что, чтобы их как можно меньше было на кухне, у меня проблема другая. У меня проблема в том, что они все время хотят помогать и все время хотят там присутствовать. Что касается мальчика или девочки, послушайте, вот в моей семье абсолютно точно у сына вкусовые рецепторы развиты лучше, чем у дочки. Это миф, это неправда, что все, что готовит Высоцкая, это дорого. Я вообще, например, обожаю кабачковые оладьи, которые, сколько они стоили там 10, 26, 5 лет назад, столько они стоят и сегодня. Было бы желание приготовить, поэтому перестаньте там говорить, что это дорого, бюджет большой. Неправда. Если у мамы есть, ну, минутка, потому что это на самом деле минутка, какой-нибудь кораблик сделать. Ну, там, я в детстве для своей сестры там рисовала, ну, правда, это был там творог, но вот я из этого творога и рисовала, говорила, а это клубничка. И она бедно ела этот творог и думает, что это клубничка или там еще что-то такое. Ну, вот, мне кажется, фантазию будить. Потом, знаете, есть дети, которые, например, отказываются потому, что они прислушиваются к себе, потому что инстинктивно рефлекс сильнее, чем там даже доброжелательность мамы. И он инстинктивно не хочет, ему не нужно. Это ведь мы же разные все. Кому-то лучше углеводы, более насыщенная диета углеводная, кому-то более насыщенная диета, наоборот, белковая. Кто-то вообще молочники какие-то, которым ни мяса, ни овощей надо кормить с утра до вечера творожком и кефирчиком. Поэтому, я думаю, тут такой-то комплексный подход должен быть. Очень важно самообразовываться. Очень важно не полагаться на мнение одного врача. Очень важно найти того врача, которому ты доверяешь. Но чтобы ему доверять, нужно найти, конечно, с ним контакт и понять, что ты как бы... Это адекватная оценка твоего ребенка. А то я помню, я привезла Марусю первый раз к доктору, а мне сказали, «М-м-м, вы думаете, она у вас пухленькая, да? А она рыхлая!» Мамаша, которая ребенку 8 месяцев и ничем не болела, ну просто решили, «А у тебя педиатр-то есть?» «Нет, а зачем? Не болеет ребенок?» Ну надо как-то показать, что был вот собственный доктор. После этого доктор сказал, что никогда. Я за любые вообще, за любой торг, за любые методы, за любые подкупы, я считаю, что в разные периоды работает разное, потому что рано или поздно и это перестанет работать. Я детям деньги плачу за то, что они зубы соглашаются вырывать. Ну а что делать? Ну я понимаю, что это больно, это нужно решиться. И если я им там пообещаю мы с тобой в магазин, пойдем в игрушки, не нужны им эти игрушки, не хотят. Я говорю, «Денег дам, будут в руках деньги». Все, согласились, вырвали шесть зубов. Сколько потребовалось времени, сил, сколько потребовалось времени собрать все эти знания, чтобы выпустить вот ее сейчас и презентовать нам? Ну, плотной работы, вот когда была уже так оформлена идея, что мы делаем книгу, что эта книга будет о детском питании, был год. Вот такой плотной работы. Но материалов было у меня отдельная полка с детскими книгами, с питанием по детям, с советами педиатров, начиная действительно от беременности и заканчивая там, как бы вот уже, когда мама готовит вместе с детьми. Поэтому, да и потом, понимаете, это, конечно, тут много чего собрано, но все равно все в одну книжку не уместишь. Я сейчас не говорю о том, что будет вторая, просто к тому, что это такая информация аккумулятивная, которая появляется практически каждый день. Если у тебя есть дети, ты их кормишь. У меня есть шедевр, я знаю, мне муж сказал. У меня есть гречотто, то есть на основе гречки, ну, естественно, там происходит корни мои из ризотто, там с сухими грибами и с пармезаном. То есть там абсолютно наши продукты, но добавка немножко пармезана итальянского получается фантастика. Вот тем, кто не любит гречневую кашу, это нужно просто прописать, попробовать, и, я думаю, все влюбятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok